Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 23 по 31. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успейте обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же, не могущих убите. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. После того, как Господь начал свое путешествие по городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, появилось великое множество немощных людей, которые начали стекаться к Нему как единственной надежде, ища божественной помощи. Поэтому, призвав к себе помощников, двенадцать апостолов, Христос наделил их властью над нечистыми духами, чтобы ученики могли изгонять всякого беса и исцелять всякую болезнь и всякий недуг, помогая изнуренным и беспомощным людям. Но та сила, которую Господь дает своим ученикам, предполагает и великую ответственность, ибо тем самым они становятся прямыми посланниками Божиими в мире. Поэтому Спаситель обращается к апостолам, говоря, «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Христос сразу предупреждает учеников об опасности, которая предостерегает их в разных землях, ибо образ жизни христиан противен существующему миропорядку, как иудейских старейшин, так и язычников. Святитель Кирилл Александрийский пишет, «Христос повелевает ученикам бежать из одного города в другой, а из того в следующий. И Он говорит это, не робости научая их, но тому, чтобы они не подвергали себя легкомысленной опасности, не умирали и не наносили ущерба тем, кому надлежало получить пользу от проповеди. «Принимая Иисуса Христа своим Учителем, апостолы так или иначе должны быть готовы нести тяжкий крест испытаний, который выпал на долю Сына Человеческого. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его?» вопрошает Спаситель, подчеркивая остроту того осуждения, которое может выпасть ученикам только потому, что они его последователи. Господь говорит, что если его будут сравнивать со злым духом, помощником сатаны Вильзевулом, то подавно и учеников. Однако это и указание на привилегию, потому что страдать за Христа, значит принимать участие в деле Мессии, а быть вынужденным приносить жертвы ради веры, значит принимать участие в спасительной жертве Христовой. Господь наставляет о двойном бесстрашии, которым должны обладать ученики. Во-первых, нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, что не было бы узнано. Христиане не должны ничего бояться, потому что нет ничего того, что не стало бы известным миру. Иными словами, Господь подчеркивает, что истина в любом случае восторжествует. Во-вторых, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Ученики не должны бояться смело говорить о евангельской вести, ибо в этом состоит основная задача проповеднического служения, которому призвал Господь. Также Спаситель обращает внимание, что никакое наказание, которое могут наложить на апостолов люди, не может сравниться с наказанием за непослушание Богу. Князь мира сего может отнять у христианина жизнь, но только Господь может осудить человека на вечную смерть. Ефимий Зигабен замечает, сказав заранее о других опасностях, не сходит к речи об умерщвлении их, предсказывает его и повелевает презирать. Не убойтесь от убивающих тела, то есть не бойтесь тех, которые убивают тело, и не оставляйте ради этого проповеди, но бойтесь того, который послал вас на это служение, и делайте то, что он повелел вам. Те, хотя и убьют тело, но не одолеют души, а этот и душу, и тело может погубить в гиене, то есть наказать. Итак, страх отражайте страхом, страх перед людьми, страхом перед Богом, меньший – большим. Утешая апостолов, Господь указывает, не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Иными словами, если всякая, даже самая малая птица подчиняется воле Божьей, несмотря на то, что люди устанавливают ей совсем малую цену, что не умаляет ее важности перед Богом, тем более учеников своих Господь не оставит без попечения. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Мы же, дорогие братья и сестры, призваны помнить о всеблагом, о нас, промысле Божьем, и что наказания, которые могут налагать люди, не идут ни в какое сравнение с теми, которые может наложить Бог, и с наградами, которые Он может дать. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Продолжение следует...